Когда в средние века Инквизиция объявила Кегельбан азартной игрой и предала проклятию тех, кто в него играет, хитрые европейцы чуть-чуть изменили правила, добавили кеглей, просверлили в шарах дырочки для пальцев и назвали все это боулингом. Так началось триумфальное шествие этой игры по всему миру. В Европе и Америке боулинг больше, чем спорт. Это образ жизни. Боулинг-клубы там объединяют иногда всех жителей селения. И гоняя шары по дорожкам, люди обсуждают свои дела, пьют пиво, отдыхают. Для того, чтобы играть в боулинг, надо совсем немного. Скажем, крепкую, уверенную руку и хороший глаз. Люди, обладающие всеми этими достоинствами, и проявляли в клубе «Стартрек» свою силу и ловкость на первом городском чемпионате по боулингу. Добрый петрозаводский народ криками и аплодисментами приветствовал каждый удачный удар игроков. А их, надо сказать, было немало. И это несмотря на то, что боулинг в столице Карелии появился меньше двух месяцев назад. Первый бросок сделал я. Это было где-то 21 или 22 января. Мы еще пару недель потом сами пробовали, пусто на лавочные работы смотрели. Будут ли какие-то сбои в дорожках или в компьютерной системе, ничего. До сих пор никаких проблем. Стоило лишь увидеть это боулинг-шоу, чтобы понять, именно такого заведения и не хватало в городе, чтобы Петрозаводск приобрел европейский шарм. Причем игра эта доступна не только взрослым, но и детям. Самый юный участник чемпионата, 14-летний Рома Сотин, неожиданно для зрителей, да и для самого себя, вероятно, обошел взрослых дядей и занял в большом финале второе место. По годам приз от Петрозы Петровски ему положен не был, но подарками молодое дарование не обделили. Устроители чемпионата и хозяева клуба уверили журналистов, что теперь соревнования по боулингу в нашем городе будут проводиться часто. А значит будут и свои чемпионы, и чем черт не шутит, победим на своем поле какого-нибудь заезжего мастера из далекой заграницы. Покажем, что не лыком шиты.